Как рассказал инициатор встречи депутат Совета депутатов Павел Русаков, перед собранием с жителями дома номер 4 по советскому проезду, был составлен план с перечнем основных вопросов волнующих людей. На встречу пригласили начальника территориального отдела Центральный Светлану Степину и заместителя генерального директора управляющей компанией ДЭС номер 6 Евгения Ускова. Основные проблемы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Я ходил спрашивал по поводу квартирных тепловых счетчиков. Мы бы на весь дом как-то заказали бы, все бы сделали, потому что это же экономия получается на теплоэнергии. В вашем доме не устанавливались индивидуальные приборы учета, ни на квартирах, ни в нежилых помещениях их не было. Поэтому у вас идет по площади УДН и квартирная. Если вы на общем собрании примете решение установки индивидуальных приборов учета, ну, конечно, мы будем не против, потому что это и вам, экономия, и всем. Также жильцы жалуются на запах из мусоропровода. Евгений Усков пояснил, что в доме на последнем этаже установлены озонаторы, которые уничтожают все бактерии. Заместитель генерального директора управляющей компанией ДЭС-6 пообещал, что меры по обработке будут усилены. Не все жильцы, к сожалению, соблюдают также нормы по выбросу мусора. Многие выкидывают пищевые отходы, которые там жидкие и так далее. Это создает определенный запах. Хотя мусоропроводы моются. Есть специальная установка, она под давлением, крутится и моет мусоропроводы. Еще одна проблема – с напором холодной воды на верхних этажах. Представители управляющей компании приняли заявки, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Помимо этого вопроса, жительницу 17 этажа Диану Имаеву волнует вопрос безопасности в подъезде. У меня последний этаж и постоянно гости, ненужные гости. Это меня вынудило поставить в видеонаблюдение даже в какой-то момент, которое мне уже несколько раз выручало. Потому что реально какой-то наркоман по виду ломится в дверь в 5 утра. Представляете себе, ручку дергает. Скоро во дворе дома будет строительство новой двухуровневой детской площадки. В игровом комплексе сделают прорезиненное покрытие, огород для малышей, зону для подростков. Проект разрабатывался совместно с жителями. Скоро нам поставят новую площадку детскую, которую мы очень ждем. Потому что, как видите, дети гуляют на этом строительном песке. Это очень некомфортно и родителям, и детям. Поэтому мы очень ждем, что по инициативному бюджетированию нам скоро построят суперскую новую площадку. Также жители предложили организовать пространство для хранения велосипедов и поставить лавочки у подъездов. Я не увидел никаких сложностей, не увидел никакого, скажем так, отсутствия взаимопонимания между представителями управляющей компании и жителями. То есть все находятся в состоянии рапортного диалога. То есть никто ни на кого, никакой агрессии, никакой критики, ни обосновы нет. Поэтому я считаю, что встреча прошла великолепно. И дай бог такие встречи почаще и со всеми проводить.